Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня мы с вами. И первая у вас в гостях Анастасия Городзейская с очередным ремиксом теперь уже прошедшего 94-го. Итак, что интересного происходило в культурной жизни города за последний месяц в этом году? Прежде всего, стоит вспомнить, что в Екатеринбурге в декабре прошли три фестиваля – оперный, драматический и филармонический. На сцене театра оперы и балета Ирина Архипова представляла молодые, многообещающие и уже известные всему миру голоса. Думаю, тех, кто слушал оперу римского Корсакова «Царская невеста», покорил великолепный голос Тамары Синявской, а ее любаша заполнилась неподдельной глубиной и силой чувств. Теперь и фестивали по пьесам известного екатеринбургского драматурга Николая Калиды. Участвовали в фестивале как провинциальные, так и московские театры. Приезжали и гости из Германии, где пьесы Николая Калиды идут с большим успехом. Что касается театров московских, то самые бурные аплодисменты достались театру Романа Виктюка, представлявшему пьесу «Рогатка». Можно, конечно, упрекать театр Виктюка за излишнее эстетство и некую рафинированность, но в чем не откажешь Роману Виктюку и его актера, так это в истинном профессионализме. Несколько разочаровал театр имени Маяковского. На фестиваль явно приехал не первый состав, и после первого действия, а показывал театр сказку о мертвой царевне или фарс только для взрослых, зал несколько опустел. В общем, фарс не очень удался. На высоте была, конечно, и труппа современника со своей шерочкой-самошерочкой в исполнении Лии Ахиджаковой и Аллы Покровской. А в филармонии прошел фестиваль авторский композитора Авета Тертериана. Прозвучало шесть его симфоний в исполнении Уральского филармонического оркестра, дирижировал друг композитора Мурат. И еще одно событие 23 декабря в Театре музыкальной комедии прошел премьера спектакля по оперетте Шарля Ликока «Жирафле-Жирафля». Идея спектакля такова – показать, что происходит с реальностью, когда в жизнь приходит театр. Ну и в Новый год, конечно, стоит поговорить о елках. Этнографический праздник, посвященный этой зеленой красавице, проходит в областном краеведческом музее. Здесь ребятам расскажут и покажут, как отмечают Рождество и Новый год в различных европейских странах. Вот, пожалуй, и все на сегодня и в этом году. Я надеюсь, что год 95-й будет не менее щедрым на культурные события. Рождество и Новый год Скажи тост. Ты из нас самый красноречивый. Сейчас мне пришел на ум один замечательный грузинский тост. «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями». Перефразируя или расшифровывая на театральный лад этот тост, я бы хотел, чтобы наши творческие желания совпадали с нашими финансовыми возможностями. Как известно из древнегреческого мифа, Арфей не только прекрасно пел, но и замечательно играл на лире. Сегодня в нашей рубрике для вас будет играть Владимир Митяков, гитарист из Нижнего Новгорода, лауреат многих музыкальных фестивалей. А поет в нашей рубрике сегодня Игорь Карташов, актер театра Рубена Симонова. Он известен зрителям ролью следователя Соколова из фильма по сценарию Гелия Рябова «Конь белый». Рубрика «Арфей» желает, чтобы в новом году те песни, которые вы услышали, были на самом деле достойны арфейского исполнения. В Екатеринбурге вышел ваш первый, по-моему, компакт-диск. Да, вот он. Вот он, вот это вот. Вот эта сторона, эта другая сторона, а вообще он внутри очень красивый. И я даже передать не могу, как я рад и счастлив, что он, тем не менее, вышел и вышел именно с теми песнями, с которых я начинал. А начинал я с таких, ну, не буду называть это одесскими песнями впрямую. Все равно то, что те песни, которые я пою, офицерские, белогвардейские, все равно это песни на тему. И здесь то же самое. На тему, на эту тему, это тот жанр, который мне более близок, допустим, чем эстрада такая, поп-музыка. Потому что, ну, как бы той музыке я не всегда верю. А эти песни, даже вот блатные песни, не всегда старинные блатные песни. Вот не всегда они, так сказать, отвечают каким-то художественным уровнем, не всегда они и складные в стихах, и в музыке, но они очень искренние. И когда их поют люди, которые понимают, про что они поют, я говорю, что это для меня всегда намного дороже стоит, нежели чем просто кто-то делает какие-то телодвижения на сцене под компьютерные барабаны. Вот эти песни для меня ближе, я им больше верю. Игорь Карташов и ансамбль «Братья Жемчужные» — это как раз те легендарные музыканты, которые прошли по жизни с Аркадием Северным, которые помогли стать таким известным популярным артистом Александром Яковлевичем Розенбаумом. Насколько все помнят, эти два его знаменитых альбома были записаны с ними. Вот именно они ему аккомпанировали. Я очень мечтал об этом и познакомиться с ними. Вот познакомился, вот что из этого вышло. Так что я сам невольно рекламирую свой диск. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Замороженный город, фальшивая пресса, тупо влиться, глядит постовой. Над табачным ларьком дымовая завеса, над Кремлем тишина и покой. Придет народ усталый по делам, отправив в школу непутевых ребятишек. Пылится дома непорочный хлам. Макулатурных трехрублевых книжек. В боях добытые японцы в сапоги скрипят по свежевымытому снегу. Сдает бутылки бабушка в лабаз. Упрятав внучек, лечится на неку. Мечтает дядя у газетного ларяка. О переменах в будущей достройке. Мешок с цементом тянут два жлоба. На помощь запоздалой перестройке. Пожарский с Мининым готовят взрыв. Керяют финны в новом метрополе. А запоздалый супер-боевик. Кричит Софиши на тяжелой доле. И Бондарчук снимает тихий дон. Казачку исполняет итальянка. У Климова шизофреничный сон. Что завтра будет в Голливуде пьянка. Бутаны курят югославский кент. Пилеют негры от советского расизма. Главпищи торг сажают весь подряд. Госагропрому тоже ставят клизму. Встречают в Шереметьевском порту. Евреев наших, живших в Израиле. А завтра кто-то полетит на ту. Угнав его подальше от России. При мочке лепит надоевший диссидент. Куманному от века государству. И Евтушенко с Агуджавою поют. Об автономии хохлядскому татарству. И Евтушенко с Агуджавою поют. Об автономии хохлядскому татарству. Страшно, а жуть. Дорогая моя столица. Золотая моя Москва. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во всем. Двой артист. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И что ему требуется. Вова, вон туда смотри. Уважаемые друзья! Мы очень рады, что мы можем поздравить музыкантов и весь прочий основной российский народ с новогодними праздниками. Вот, Вова, скажи что-нибудь. И пожелать им счастья и добра в следующем новом году. А также музыкантам музыкальных успехов на музыкальном поприще в музыке. А еще хочется трудовых успехов. Вот раньше желали обычно всегда, да? А потом еще желали долголетия, всяких там видов здоровья, сибирско-уральское, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, вообще, будьте счастливы. Ёлы-палы. Приходите к нам в гости. Мы вас записывать будем за очень большие деньги. Товарищи, пришел Новый год. Я желаю вам, чтобы в этом Новом году у вас все было по-новому. Всякое может случиться. Но знайте, где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас. Я обязательно вас найду. С Новым годом! С Новым счастьем! Даже должен был бокал, мне здесь бокал Шампанского, я его пью. С Новым годом! Свинячий год у нас будет. Свинячий. Это здорово. Свинюшки, это хорошо. Такие розовенькие, симпатичненькие. Не обижают друг друга. Все в грязи и не в обиде. Так что, со свинским Новым годом! О! 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 Что? Прибавилось? Здоровья? Нет. Но у меня появилась... ...идея! У вас? Угу. А что если праздновать наступление не только Нового года, но и Нового месяца, и новой недели, и нового дня? Ручаюсь, что до этого здесь ещё никто не додумался. Гениально! Во имя науки. Стоп, ребята, мы так нервы. Сон стоит и наливает шампанку. Нормально, начало кадров. Команда Браво искренне присоединяется ко всем тёплым словам и тостам поднятых сегодня в вашу честь. Пусть Новый год станет для вас удачным. И если сбудется всё то доброе, что вы можете себе пожелать, неприятностям просто не останется места. С Новым годом! Удачи вам! Счастья и улыбок! Всё, пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!